Строительство М-11 в 8 этап, подходы к Санкт-Петербургу, 20 февраля 2019 года. Фотофакты строительства М-11 в 8 этап, подходы к Санкт-Петербургу, 20 февраля 2019 года. М-11 будет примыкать к ад Санкт-Петербурга в районе Пулковской развязки. Это съезды с М-11 на запад, в сторону Таллинского шоссе. С октября прошлого года тут практически ничего не изменилось. Точка Пулковская развязка во всей красе. На участке съезда от Пулковского шоссе до Кат появился первый слой асфальтового покрытия. Участок небольшой, но хоть какие-то изменения. Вот он. Вид снизу. Путепровод через железную дорогу обзавелся бетонной плитой проезжей части. В октябре прошлого года она была готова лишь частично. Съезд на восток, в сторону Московского шоссе. Он также частично обзавелся первым слоем асфальтового покрытия. Прямой участок от Пулковской развязки вдоль железной дороги по-прежнему представляет из себя лишь насыпь из песка. Его протяженность около 1.5 километров. Потом начинается участок с асфальтовым покрытием, который продолжается до тоннеля под железной дорогой с перерывом на пункт взимания платежей. Асфальт в этом месте положили еще несколько лет назад. Наконец-то начались активные работы на пункте взимания платежей. Это одно из самых проблемных мест, хотя и другие ПВП находятся в относительно низкой стадии готовности. К путепроводу вывели насыпи, они готовы к укладке асфальта. Думаю, что как только позволит погода, движение будет переведено на путепровод. Тоннель под железной дорогой Санкт-Петербург-Гачино-Псков. Здесь без изменений. Путепровод на пересечении с Витебским проспектом. Давно без изменений, но в целом, он в высокой степени готовности. На насыпи между Витебским проспектом и железной дорогой появился небольшой слой плодородного грунта. Путепровод на пересечении с Витебским ходом Октябрьской железной дороги. Здесь за полгода практически никаких изменений. В отличие от предыдущего объекта, здесь явное отставание от графика. Даже надвижка пролетних строений еще не завершена. А после нее нужно будет обустроить плиту проезжей части, а это процесс технологически долгий. Вид в обратную сторону, на Москву. Там находится пункт взимания платежей на съезде к Московскому шоссе и Софийской улице. Оба путепровода в этом месте практически готовы, не хватает лишь асфальта. Не уверен, что после такого не придется переделывать гидроизоляцию на переходных плитах. Это путепровод на съезде из ПВП на автомагистраль. Вид с путепровода в сторону Санкт-Петербурга. Не знаю, в каком месте ускорились, но строителей на 8 этапе практически нет. Такое впечатление, что большая часть персонала это разного рода охранники. Исключение составляет лишь мост через реку Ижора. Строительство путепровода на пересечении с дорогой Ижора-Федоровское. Ведется армирование и бетонирование растверков. Прогресс крайне низкий, но это один из трех имиджевых объектов, которым приковано особенное внимание. Этот путепровод, вместе с мостом через Ижору, стал официальной причиной переноса сроков ввода в эксплуатацию 7 и 8 этапов М-11. Между ним, и мостом через Ижору, который находится в паре сотни метров южнее, велись археологические раскопки. А вот и мост через Ижору. Здесь завершили монтаж пролетных строений и немного продвинулись в бетонировании плиты проезжей части. Вид от моста в сторону Санкт-Петербурга. Здесь внизу как раз и велись раскопки. Общий вид на мост через Ижору. На правом берегу прогресс несколько выше. Там уже собрали подпорную стенку и вывели насыпь к мосту. На пересечении с дорогой на Вайскорова также ведутся работы по обустройству растверков. Путепровод на пересечении с дорогой на ЛПДС Красный Бор. Без изменений. Еще одно имиджевое место. Пункт взимания платежей и развязка на пересечении с Петербургским южным полукольцом А-120. Здесь движение перевели на новые путепроводы. Правда готовы они лишь наполовину. Это путепровод на пересечении с основным ходом автомагистрали М-11. А это путепровод на съезде к пункту взимания платежей. Реверсивное движение пока окончательно не убрали. Так как ведутся работы по строительству примыкания выезда от ПВП К-120. Рядом стали появляться контуры будущего пункта взимания платежей. Тут работы ведутся по всем фронтам. Строят здания АСП, плиту проезжие частые, собирают металлоконструкции ПВП. А вот по другим объектам этой развязки прогресс гораздо скромнее. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!